Светофоры со звуковым сигналом стали неотъемлемой частью почти любого перекрёстка. Созданы они для слабовидящих людей. Когда загорается сигнал, разрешающий переходить дорогу, то из динамиков на светофоре раздаётся специальный звук. Это не единственное улучшение в городе. Мы советуемся с общественными организациями. Они нам говорят, где самые проблемные точки. И мы все усилия направляем в первую очередь на них. Можно заметить на ступеньках некоторых зданий жёлтые полосы. Наносятся они на первую и последнюю. Это стандарт в нормативных документах. Дело в том, что один из самых заметных цветов для человеческого глаза – ярко-жёлтый. Пешеходный переход – дорожные знаки. Во всём присутствует этот цвет. На дверях магазинов, школ и других зданий также могут быть приклеены предупредительные знаки. Жёлтый круг наклеивается с двух сторон на стеклянную дверь. Во избежание столкновения с ней слабовидящего. Мы в рамках ремонта мобильных дорог предусматриваем мероприятие, направленное на обеспечение доступности маломобильных граждан, в том числе для слабовидящих. Устанавливаем путём тактильную плитку. Тактильную плитку можно ощутить даже через твёрдую подошву. Наступив на такую, человек сразу понимает, что перед ним пешеходный переход. Расположена она и перед ступенями некоторых зданий. В нашем городе можно увидеть тактильную плитку двух видов – с точками и линиями. Служат они общей цели. Также у нас есть отдельная программа, которая направлена на адаптацию остановок общественного транспорта и подходов к ним. Мы уже третий год реализовываем эту программу. В текущем году планируем порядка четырёх объектов отремонтировать за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов. Новый проект заключается в обустройстве остановок. Например, подход к ним будет оборудован тактильной плиткой. Проекты не стоят на месте и будут развиваться, ведь основная задача цивилизованного государства – дать равные возможности разным слоям населения, вне зависимости от их здоровья и физического состояния. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».